Партнер программы Радио Мир На первом альтернативном новости в студии Наталья Китаева. Здравствуйте! И вот основные темы. Улан-Удэ остался без тепла и продолжает мерзнуть. Районы республики погребены под сугробами. Итоги выходных. Мы голосовали как могли. Как народные избранники принимают решения по ключевым вопросам. Кровопролитный бой. В Улан-Удэ впервые прошел чемпионат и первенство города по тайскому боксу. Начнем выпуск чрезвычайных происшествий. Крупная авария на сетях, которая произошла накануне в железнодорожном районе, оставила без горячей воды и тепла 272 жилых дома, 10 детсадов, 3 больницы и 8 школ. Учитывая, что столбик термометра ночами опускается ниже минус 20, возникла угроза разморозки объектов. Зима еще не началась, а отопительный сезон уже прихрамывает на обе ноги. Как сейчас обстоят дела на тепломагистралях города в материале Василины Стаценко. 1 ноября в Октябрьском районе было отключено горячее водоснабжение и теплоснабжение трех жилых домов. Также 1 ноября, но уже в железнодорожном районе, было отключено теплоснабжение 12 жилых домов, а также двух образовательных учреждений. 10 ноября под отключение попали жители нескольких домов в железнодорожном районе, а также детский сад. 14 ноября в Октябрьском районе было отключено теплоснабжение 43 жилых домов. 17 ноября в Советском районе было отключено горячее водоснабжение и теплоснабжение двух жилых домов. И самая крупная авария произошла 19 ноября в железнодорожном районе. Было отключено теплоснабжение 272 жилых домов, 10 детских садов, 8 школ и 3 лечебных учреждений. Время устранения составило более 13 часов. Наверное, не было и дня, чтобы в нашем городе не обошлось без коммунальных аварий. Одна из самых крупных в этом сезоне произошла накануне в железнодорожном районе вблизи дома номер 5 по улице Пушкина. Около 15 тысяч людей остались без тепла и горячей воды. А на градуснике было, я посмотрела на градуснике, на кухне вроде высоко висело, было минус плюс 10-11 градусов всего. И включили воду только в 10-м часу, где-то полдесятого. Ну, в общем, ночью еще было прохладно, видимо, потому что промерла квартира вся и утром даже устали, еще прохладно было. 500 миллиметров. Таков диаметр поврежденной трубы. Вода, попавшая на проезжую часть, превратила дорогу в каток по улице Революции 1905 года, Гагарина и Цивилева. Когда ТГК-14 начнет отопительный сезон вовремя и без неполадок, вопрос риторический. К сожалению, бывают такие аварии. Если сравнивать с прошлыми годами, то я сказал бы, что ничуть не больше, чем в прошлом году. Поэтому, в принципе, ситуация, она, так скажем, в тех же цифрах осталась. Понятно, неприятно. Но я считаю, что в данных моментах, значит, больше интересует вопрос оперативности устранения. Остается вопрос, почему оперативно не работают во время подготовки к отопительному сезону. Каждый день в жилинспекцию поступает около 10 сообщений на некачественные услуги по отоплению. По 808-му постановлению по надежности теплоснабжения в муниципальном образовании жители, прежде всего, должны обращаться по поводу некачественной услуги по теплоснабжению в свою управляющую организацию. Если управляющая организация в течение двух часов меры не предпринимает, тогда, значит, житель должен обратиться уже в органы местного самоуправления, в диспетчерскую службу в городе Уланды. Если в течение двух часов органы местного самоуправления мер не предпринимают, здесь уже необходимо обращаться в органы прокуратуры. В течение рабочего дня должно быть определено, по какой причине отсутствует теплоснабжение. Важно помнить, что если виновата ресурсоснабжающая организация, то материалы проверки отправляются в Ростехнадзор. Если виновата управляющая организация, то материалы направляются в адрес жилинспекции для дальнейшего принятия мер. Василина Стаценко, Александр Лупсанов, Первая альтернативная. Пока город страдает от катастроф техногенных, районы республики принимают удары природы. Минувшие выходные в Прибайкальском и Баргузинском районах республики прошел обильный снегопад. Как итог, сугробы высотой до полутора метров, нулевая видимость на федеральных трассах и режим чрезвычайной ситуации в одном из поселений. Подробнее расскажет Будаманхоев. Сугробы высотой в полметра и обильный снегопад на территории Прибайкальского и Баргузинского района. Минувшие выходные для жителей этих двух районов, а также для тех, кто проезжал по федеральной трассе Улан-Удэ-Курумкан-Турунтаева, выдались невероятно суровыми. Из машины не выйти, потому что колеса здесь полностью скрывает снег. В соцсетях то и дело появлялись кадры из курортных поселков и из автомагистрали. Но плачевнее всего ситуация в Усть-Баргузине. Что-то похожее местные жители наблюдали лишь в декабре 2012 года. В том году от снега ломались даже крыши домов. На этот раз жители изначально приготовились к худшему. От раза к разу берут в руки лопаты, ибо снег накрывает дворы домов чуть ли не быстрее, нежели его убирают. Да и после работы Камазов и Грейдеров через 3-4 часа осадков выпадало столько же, сколько их было и до этого. В Усть-Баргузинском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации, а также временно приостановили выход рейсовых маршрутов из Курумканского района в сторону Улан-Удэ. Решением районной комиссии территории района, получается, был введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Установлен местный уровень реагирования, что означает, что район справляется своими силами и средствами. В настоящее время по расчистке дорог работает техника в количестве 7 единиц. Проблемных вопросов нет. Все решается в рабочем порядке. Из-за того, что снег замел все дороги на месте рыбалки, застряли 4 рыбака. К ним на помощь в районе 11 утра выехали спасатели Байкальского поискового спасательного отряда. Всего задействовано от МЧС России 4 человека и 3 единицы техники. Ну а судя по комментариям из социальных сетей, местные жители регулярно сбрасывают все то, что успело накопиться на крышах домов. Ибо боятся повторения ситуации четырехгодичной давности. И судя по всему, делать им это придется как минимум на протяжении всей недели. По прогнозу погоды, снег небольшой и умеренной интенсивности будет идти до 27 ноября. Будаман Хоя Фюри Шабаганов. Первое альтернативное. К теме политики. Через скандал власти республики пообещали депутатам решить проблему загруженности школы номер 63. Обеспокоенные вопросом народные избранники несколько раз голосовали, включать или не включать его в повестку. И так, как предварительно проблему все-таки обещали решить, вопрос только обсудили в рамках правительственного часа. Подробности далее. К 2025 году Миноборнауки России планируют искоренить в школах понятия «вторая и третья смена». Казалось бы, за 10 лет это вполне реально сделать в масштабах всей страны. Но готовы ли на местах к такому повороту? Статистика Комитета по образованию города Улан-Удэ, которую озвучили на парламентском часе в рамках обсуждения вопроса 63-й школы, далеко не радостная. Обучается в одну смену только одна школа. Это школа на 057 в микро-районе «Энергетик». 50 школ обучаются в две смены и 4 школы в три смены. Необходимо строительство, если обучать в одну смену, необходимо строительство в 18 новых школ. Особенно остро проблема стоит в микро-районе сотых кварталов. В маленьком здании 63-й школы, перестроенном из детского сада, школьники учатся в три смены. Помещение вмещает в себя 1380 учеников, вместо положенных 550. Чтобы хоть как-то снизить градус социальной напряженности, власти республики пообещали, в следующем году у школы появится пристрой. Учитывая пожелания жителей того квартала, депутат Баданов давал такие представления, мы 63-ю школу пообещали начать. Мы ее начнем. Мы были услышаны и по инициативе именно главы республики Бурятия включили в бюджет строительство пристроек в школе, в нашей 63-й школе на 2017 грудь. В пристрою с теплым переходом расположатся 12 кабинетов, небольшой актовый зал, библиотека и зал для хореографии. Строение обойдется в 169 миллионов рублей. Предварительно в бюджете республики появится соответствующая строка. Бюджетный комитет будет прорабатывать как раз вот такие вопросы. Но документация проектно-смитная уже вся готова, все есть, все утверждено. Значит, они только должны взять вот это и включить в бюджет. Но эту работу, я думаю, надеюсь, проведут, потому что я убедилась, что наши депутаты действительно неравнодушные люди, вникли в нашу проблему и поддержали нас. Им тоже это большое спасибо. Мы удовлетворены, в принципе, результатом. Раз мы включены в бюджет, я думаю, что это все было официально. Это было такое мероприятие, такого уровня. Если на таком уровне начнут обманывать, я не знаю, что тогда ждать. Тогда вообще кому верить? Да. То, что сегодня было предложено, безусловно, проблемы не снимает. Это очень такое, достаточно частичное решение. Но надо сказать, что сейчас оно имеет, так сказать, очертание реальности. Частично решит, но не полностью, конечно, потому что количество детей, обучающихся, вы уже знаете, да, 1380. На следующий год, естественно, будет прибавляться количество учеников, потому что район разрастается, расстраивается. Молодые семьи освещают, мы об этом уже много раз говорили. Поэтому, конечно, это частично снимет нагрузку со школы. Но будем надеяться, что также обещание строительства полноценной школы в 2018 году будет исполнено. Полноценную школу тоже обещают построить. Согласно планам, она появится в 2018 году в 112 квартале. Сейчас в привязку к местности проходит готовый проект школы номер 2 в городе Кяхта. Однако на сессии депутатов смутила вместимость школы. Всего 720 мест. Лучше построить, доработать проект и на 1200 мест, или на 1500 мест, например. Не обязательно именно в этом месте, рядышком построить. Но освоить эти деньги федеральные. Дело в том, что мы этой школой не занимаемся на 720 мест. Мы участие к земле передали в управление капитального строительства. И они определяют, какую школу, как посадить, с какой мощностью. Это не наши полномочия уже. Конечно, сейчас документацию мы готовим. Но, тем не менее, все зависит от того, какую сумму денег даст федеральный бюджет. Что касается загруженности остальных школ, Инагентий Егоров отметил, вопрос нужно прорабатывать детально и рассматривать разные варианты. Я думаю, что в этом вопросе мы должны посмотреть, что первичный, что вторичный. Вот они говорят, пристроить восьмой школу, я к примеру говорю. А если построить посиди в Гурульбе, возможность восьмой школы бы разгрузилась наполовину. И если бы еще построить, достроить эту ту 61-ю школу, которая находится на левом берегу, мне кажется, проблемы восьмой школы были бы решены. Не надо быть экспертом, чтобы понять. Дети, которым еще вчера не хватало мест в детских садах, скоро пойдут в школу. И уже завтра каждый микрорайон может столкнуться с проблемой переполненных школ. Аюна Чертара, Вячеслав Батоев, Первая Альтернативная. Продолжаем тему минувшей сессии. Сами не знаем, за что голосуем. На прошедшей сессии народного хурала Бурятии вопросы возникали не только по самим законопроектам, но и по процессу их принятия. Оказалось, что народные избранники до конца не понимают, как и за что надо голосовать. Конфузы вызвали сразу два вопроса. Помимо уже озвученного вопроса 63-й школы, еще и отчетом зампреда Александра Чепика о выполнении показателей в 2011-2015 годах. Галина Соболева расскажет и покажет, как принимаются решения в республиканском парламенте. Еще при рассмотрении повестки сессии у депутатов народного хурала возникли трудности с пониманием друг друга и происходящего вокруг. Спор вызвал доклад о решении проблем в 63-й школе в рамках правительственного часа. Поступило сразу два предложения. Исключить вопрос из повестки и наоборот заслушать доклады. Строительство пристроя будет включено в проект бюджета 2017 года ко второму чтению. Поэтому думаю, что нет необходимости заслушать данный вопрос. Каждую школу каждый раз рассматривать тоже нельзя, наверное. Ну а так для информации, чтобы поддержать родителей, может быть, и надо послушать. Ничего страшного нет. В итоге на голосование поставили предложение исключить вопрос из повестки. И большинство депутатов проголосовали «за». Но тут оказалось, что народные избранники сами не поняли, за что в итоге отдали свои голоса. Они думали, что они «за» того, чтобы этот вопрос был на парламентском часе. Оказывается, они сами не поняли, что они проголосовали за предложение Кен Петровича убрать его. И это получается путница. В итоге этот вопрос поставили заново. И уж тут депутаты сконцентрировались и проголосовали правильно. Еще один конфуз вышел с принятием решения по проекту закона реализации программы развития с 2011 по 2015 год. На сессиях Урала 17 ноября проект не одобрили. Но уже на следующий день на продолжении все той же сессии поступило предложение проголосовать заново и оставить проект на потом. Вопрос считается оконченным, если мы принимаем постановление. Вот специально для того, чтобы закрыть этот вопрос, принимается постановление. Первое голосуется, а потом принимается постановление. Если мы постановление не приняли, то я с вами согласен, что мы имеем право принять коллективное решение и перенести это. Это мы решаем, депутаты. Однако такое положение дел вызвало нарекания у регламентной группы. Раз уж решение принято, махать кулаками после драки не советовали. У нас законопроект уже по факту отклонен. А постановление принять мы должны, это уже, так скажем, формальная часть нашей работы. А законопроект у нас уже по факту отклонен. И мы не можем возвращаться к его обсуждению в течение года повторно. Итог подвел спикер народного хурала Цирен Доржиев. Он обвинил депутатов в том, что они сами путают карты. Сами путаете, потом, значит, виновного вы ищете. В итоге голосование все же состоялось, даже несмотря на возражения комиссии по регламенту. Так что голосовать в народном хурале, это вам не просто на кнопочки нажимать. Тут думать надо. Галина Соболева, Юрий Шабаганов, Вячеслав Батоев. Первая альтернативная. И в продолжение темы сегодня у нас в гостях известный политолог, доктор социологических наук Эрдем Дагбаев. Эрдем Дазанович, здравствуйте. Здравствуйте. 17 ноября сессия завершилась. Депутаты очень жарко обсуждали вопросы. В этой новой политической плоскости, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что ознаменовался новый политический цикл? Ну, я думаю, что нужно говорить о том, что цикл-то продолжается, поскольку этот состав хурала был избран в 2013 году, а глава республики был утвержден в 2012 году. Но я бы сказал, что вот этот цикл близок к завершению, и в связи с этим мы видим некоторое обострение отношений между исполнительной властью и законодательной властью. Но мы видим, как целый ряд противоречий выходит наружу. Ну, вот как раз-таки вопрос межбюджетных отношений, да? Депутаты попросили министра финансов определить, скажем так, правила игры до начала года. Вот, как вам кажется, здесь есть политический подтекст? Конечно, есть, потому что любое распределение, прежде всего распределение финансов в рамках бюджета, это, конечно, вопрос политический. Вопрос о том, какие будут приоритеты, вопрос о выполнении обязательств, вопрос о развитии, социально-экономическом развитии республики. Поэтому правила игры, конечно, должны быть прозрачными и для всех известными. Но здесь как раз возникает вопрос о том, как сумеют выйти из этой ситуации, потому что денег катастрофически не хватает. И приходится где-то урезать, где-то оставлять наоборот, да? Поэтому вот борьба вокруг этого и разворачивается. Вы считаете, почему этот вопрос возник именно сейчас, когда на кону новая избирательная кампания, имею в виду кампания на главу? Ну, прежде всего, потому что социально-экономический кризис усугубляется. Если бы его не было, конечно же, не было таких острых вопросов, связанных с бюджетом, межбюджетными отношениями, выполнением программы социально-экономического развития. Это главная причина. Но и вторая причина, которая, конечно же, сказывается на всем этом, это приближающиеся выборы. В том числе, выборы в 2017 году главы Республики Бурятия. Как раз-таки, вот насколько сильны позиции Вячеслава Наговицына сегодня? Ну, я думаю, что поскольку он представляет собой партию власти, эта партия является доминирующей, недавние выборы показали результаты. Я думаю, что, исходя из этого, можно сказать, что позиции достаточно крепкие. Но надо иметь в виду, что ситуация сейчас очень изменчивая, ситуация быстро меняется. Все кардинально может поменяться? Ну, ситуация может измениться. Можно измениться, но она, конечно, не в такой мере может измениться, чтобы, скажем, на десятки раз пункты рейтинга падали или возрастали. Как бы то ни было, основной оппонент известен. Это представитель КПРФ и, вероятнее всего, Вячеслав Михайлович Мархаев. Кто еще может быть из кандидатов? То есть, основная борьба развернется между этими кандидатами. Да. Ну, еще могут быть Михаил Виктор Слепенчук. Я не знаю, он будет выдвигаться или не будет. Но если не будет, то, вероятно, будет поддерживать третьего кандидата, который может вмешаться в спор или же повлиять некоторым образом на результаты. Вероятно, что выдвигать будут своих кандидатов с партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. Хотя я не думаю, что их кандидаты сумеют вмешаться в борьбу и составить конкуренцию. Но, вероятно, будет парочка спойлеров еще из каких-то партий. Но они, я думаю, в конечном итоге навязать борьбу, наверное, не сумеют. А основная борьба развернется между кандидатами от «Единой России» и от КПРФ. Насколько политическая ситуация сегодня спокойна? Как вы вообще оцениваете ее? Она внешне спокойная, но чувствуется внутреннее напряжение. Так называемая латентная напряженность есть. Потому что пока идут предварительно подковерные прощупывания. Некоторые, скажем, вот если брать итоги этой сессии народного хурала, то, ну, некоторая подковерная борьба уже чувствуется. Но вся основная борьба, пожалуй, впереди. Артем Данузович, с сожалению, время очень ограничено. Более подробно мы поговорили в программе «Актуальная тема». Смотрите уже сегодня, а мы продолжаем выпуск. Коротко о других событиях. Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены. В России появится понятие «международный дальнобойщик». Накануне начал действовать новый порядок Минтранса по допуску водителей автобусов и грузовиков к международным рейсам. Им придется сдавать специальные экзамены, чтобы иметь право вести груз в другую страну. Комиссии для аттестации водителей по новым правилам начали действовать с 20 ноября. Пенсионерам республики выплатят по 5 тысяч рублей с 13 по 28 января 2017 года. По предварительным данным Пенсионного фонда «Бурятии», на разовую выплату претендуют более 260 тысяч пенсионеров. На это потратят более 1 миллиарда рублей. Напомню, закон о единовременной выплате был принят Госдумой 11 ноября. Ее получат пенсионеры, которые до 31 декабря текущего года оформили и получили хотя бы один раз пенсию. Еще одним условием является постоянное проживание в России. Гендиректор ТГК-14 Забайкальского края выписал себе премию более 7 миллионов рублей за 2014 год. Нынешний первый зам предкраевого правительства Александр Кулаков был руководителем компании и успел себя выгодно премировать. При этом указанная сумма вознаграждения не была включена в налоговую декларацию и вошла в расчет налога на прибыль. То есть, по факту, предприятие понесло гораздо большие затраты, заплатив суммы, премии и налог на прибыль почти 1,5 миллиона рублей. Другим темам. На чужом несчастье счастье не построишь. Строительная компания Икат Плюс должна выплатить более миллиона рублей двум сиротам. В 2015 году Икат снес дом, в котором у двоих братьев была приватизирована комната. Площадку расчищали для строительства бизнес-центра Форум. Только компенсацию за снесенное жилье детям так и не выплатили. Приемная семья мальчиков до сих пор пытается взыскать долг. В 2015 году обществом Икат Плюс данный дом был снесен. Представителю несовершеннолетних было дано гарантийное письмо о возмещении компенсации стоимости утраченного жилья. Вместе с тем обязательство не было выполнено. Суд обязал Икат выплатить каждому из братьев Хитхеновых по 600 тысяч рублей. Однако когда будет исполнено обязательство пока неизвестно, так как Икат Плюс признали банкротом и все долги будут взысканы в порядке очереди. Стоит отметить, что бизнес-центр, который построили на месте снесенного дома, до сих пор не открыт. К теме спорта. В Луанде прошел первый чемпионат и первенство города по тайскому боксу. Если на уровне республики такое мероприятие спортсмены проводили уже несколько раз, то на первенстве столицы Бурятии любители муай-тай встретились впервые. За кровопролитными боями наблюдал и наш корреспондент. Тайский бокс Бурятии зародился около 25 лет назад. За это время спорт пережил несколько взлетов и падений. Особую популярность он обрел в последние пять лет с образованием федерации. Стабильно стали проводиться республиканские соревнования, а теперь учрежден и городской турнир. Накануне на ринг-дома спорта БГУ вышли 100 спортсменов из Луанде, Иркутской области и Забайкальского края. Мы приглашаем специально спортсменов именно из Иркутской области. У них довольно уровень хороший, высокий. И именно поднятие нашего уровня и вообще популяризация тайского бокса в нашем регионе. Я думаю, будем конкурировать на равных. И также ребята из Забайкальского края тоже недавно начали культивировать тайский бокс. Тайский бокс – один из самых жестких видов спорта. Одно из названий – муай-тайя – бой восьми конечностей. Говорит само за себя. Здесь спортсмен работает руками, ногами. Не запрещены удары локтями и коленями. Поэтому экипировка бойца играет особую роль. Что за экипировки, что должно быть обязательно у спортсменов? Накладки на голень, ракушка, защита на пах получается. Жилет обязательно до 18 лет. Шлем, накладки на локти, перчатки. В зависимости от веса. Если легковес, то 10-унцовый. Если тяжеловес, то унцы и больше – 12 унц. В тайском боксе удары наносятся в отличие от бокса классического. У нас же ногами мы работаем, чтобы лицо не поцарапать кроссовку. Несмотря на всю суровость этого вида спорта, на ринг выходят и маленькие дети, и даже девушки. Это, наверное, все-таки неженский вид спорта. Много усилий прилагается. Можно даже синяки получить на лице. Ссадины могут сломать что-то. Но нравится мне из-за того, что, ну не знаю, отчасти там самооборона в будущем может что-то произойти. Ну это как бы бокс, где можно бить локтями, коленями, пинаться. Нравится тебе? Да. Ну не знаю, активный просто вид спорта. Я люблю активные виды спорта. Среди мужчин в самой тяжелой весовой категории, свыше 91 килограмма, победу праздновал спортсмен из Улан-Удэ Алексей Косыгин. Амарсан Тарбаев, кроме победы, получил и награду за лучший боевой танец «Рамуай», который демонстрируется перед боем. За лучшую технику наградили Ивана Гаева из Читы. Алина Чертарова, Юрий Шабаганов. Первая альтернативная. 21 ноября, по иронии судьбы, свои профессиональные праздники отмечают бухгалтеры и работники налоговых органов. Коллектив нашего канала поздравляет всех причастных и желает, чтобы кредит и дебет всегда сходились. Кроме того, сегодня и Всемирный день телевидения. Коллег по цеху мы также поздравляем. Желаем вам чистых эфиров и благодарных телезрителей. На этом у меня все. Смотрите новости АТВ также на нашем сайте. Делитесь впечатлениями и оставляйте комментарии. С вами была Наталья Китаева. Всего доброго. До встречи в эфире. Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Радио Мир.